Значит, за что так элиты ненавидят Сталина? За всю историю человечества цены всегда росли. Это считается нормальным. Сталин решил повернуть историю спать. Ребята, я жил в этот период, с 47-го, 53-й год и многое уже понимал. Вот. Была совершенно другая атмосфера в обществе. Словами это не передать. Я почувствовал эту атмосферу только когда приехал впервые в Вьетнам. Вьетнам бедная страна, но дух там очень серьезный. Я президенту сказал, когда он говорит, вот мы там, вы нам спасибо, Советский Союз много помогал. Я говорю, а вы помогите нам обрести тот дух, который вы обрели после победы над американцами. Все мне задавали вопрос, почему мы так легли под американцами. Вообще не понимаем. Вы же могучий народ, могучая страна. Американцы это же даже не войны. Даже мы маленькой страной победили. Вы-то чего их боитесь? Я на это отвечал. Народ, конечно, не боится. А вот элиты наши просто все куплены. Поэтому тот дух, который во Вьетнаме, я говорю, это не передать словами. Но я, у меня было ощущение, что я вернулся где-то в 50-е годы. Ну, я говорю, не просто, потому что народ там благожелателен. Там есть нечто. Он живет намного беднее у нас. Трудно живет. Но вот как мы тоже бедно жили после войны. Но если вы посмотрите на документальное кино того времени, которое в новостях дня там проскакивает, то по улыбкам, по лицам людей, тогда вы поймете, о чем я говорю. И это во многом было благодаря, ну, вы представьте, 47-й год. Два года только, как война закончилась. Половина страны разрушена. Стали снижает цену. Почему? Особенно теперь это понятно. Тогда это не ценили. Это считали само собой разумеющееся. Сколько миллионер тратит из своего бюджета на питание? Меньше процентов. А сколько человек труда тратит? 70, иногда и 80 процентов. Это зарплата. Поэтому если снижаются цены, богатые не становятся богаче. А вот бедные становятся богаче. Я хорошо помню, потому что отец мой погиб на фронте. Мама осталась с тремя детьми. Как сразу стала на глазах буквально меняться жизнь. Первое. Люди могли планировать свою жизнь. С учетом снижения цен. И свой бюджет. Второе. Прекратилась текучка кадров. Каждый понимал, что если он будет работать хорошо, валовый продукт будет расти, это отразится через снижение цены. Конечно, они снижались на товары демографически обусловленных потребностей, а не на роскоши. Было много такого, что повлияло тогда и на взрыв творчества, потому что была уверенность в завтрашнем мире. Сейчас нет ни у кого. Даже у миллиардера Ходорковского. То ли он в тюряге сгниет, то ли при выходе его пристрелят, то ли он станет президентом. Мы не знаем, что с ним будет. Кстати, посадил его не Путина, а первого замкачки. Вот он был. Я же. Путин не мог посадить. Нет у него таких. Поэтому я там им объяснил, слушали очень внимательно. А теперь представьте, что если бы Сталин остался жив, еще лет 10, спокойно, ну, Махатхир, 84 года, прекрасно. И эта тенденция бы возобладала. СССР, вам надо понимать, вы, молодежь, не представляете, что такое было СССР в мире после войны. Это было знамя. Это был пример. Это был светочник. Были компартии мощные во Франции, в Италии, да во всех странах Европы. И капиталистические страны меняли свою политику по отношению к рабочим под давлением того, что происходило в год. 20% годовых прирост таких темпов никто не знал. Естественно бы там на Западе рабочие партии стали бы давить на руководство своих стран. Если бы эта тенденция возобладала в мире, мы бы живем сейчас совсем в другом мире. С точки зрения мировой элиты Сталин залез к ним в карман. Это было одна из главных причин, почему было принято решение его уничтожить. И почему все элиты ненавидят его сейчас так? Преступник, преступник, преступник. Даже это проститутка Ксения Собчак. Ну вы что, не понимаете, что он преступник? Внуку Сталина. А этот Мусеха Москвы, я все их фамилии не могу, такой один, черт. Один Бенедиктов, а второй там говнопольский. Ну вы признайтесь, что Сталин преступник. Правильно, ты что, пьяный? Сказать вот, это все равно, что Ксении Собчак сказать, когда он говорит, ты подскажите, преступник вот Сталин или преступник? Я бы ответил круче. Вот скажите, Ксения, вы проститутка или не проститутка? Это вопрос из этой жалости. С точки зрения элиты, он преступник. Он совершил три преступления. Вот это первое, что я назвал, самое страшное. Второе, он дал определение нации. Это очень серьезное преступление. И третье, он фактически полностью доказал, что политэкономия и марксизм метрологически не состоят. Хотя термин такого не вводил. Достаточно вот этих трех преступлений. Наверное, вы все уже этого Жухрая слушали, моего тезка Владимира Михайловича. Он все время говорит, как Сталин его заставлял читать политэкономию и марксизму. Но сейчас спросить его, зачем? И что ты понял? Ведь Сталин уже к тому времени написал экономические проблемы социализма? Я могу сказать, он тебя, дурака, тестировал. Сталин не преподаватель был. А вот тестировать на предмет, чего понимает и не понимает, он мог. Когда Жухрай сказал, меня выгнал, сказал, иди учись. А почему он тебя выгнал? Ну, что тебе должен был объяснять, а говорить о том, что вот он после инсульта там где-то в 49-м году стал неадекватен. Ничего себе неадекватен написать такую работу. И это сторонник Сталину. Это защитник Сталин. А чем он говорит? Надо Госплан, надо вот сталинские методы опять. Сталин был гибким человеком. Если бы он сейчас был, он управлял бы совсем не так, как он тогда управлял. Сталин виноват и во времена Сталина. Совершенно разные вещи. Никто из защитников Сталина нет КПРФ, ни Квачков, ни жёг рая, даже внук не мог сказать эту фразу. Вы понимаете или нет, что Сталин виноват и во времена Сталина это очень разные вещи. Вот я оставлю, ну, наверное, читаю, вот так вот, прошу, время начинаю про Сталина рассказывать. То есть и защищать Сталина надо ещё уметь. А то всё выглядит как фарс, или с участием в фарсе. И ещё предстоят очень серьёзные вещи. Во многом наш народ расплачивается за то, что он не смог защитить Сталина. 20 миллионов коммунистов пошли на поводу 20-го съезда и этого придурка Хрущёва. Клоуна, скомарок. Почему Сталин его не уничтожил? Ну, Сталин тоже был человек. И когда во всех преступлениях обвиняют Сталина, это глупость примерно такая, сейчас во всех убийствах, которых намного больше, чем в Роменостане, обвинять Путина. Придёт время, найдутся такие, которые все преступления совершённые, а жертв сейчас побольше, чем Роменостанин, припишут Путин, и ему будет готов к актуру прибудал.